Для тех, кто не в курсе, хроника последних событий двух суток. Первое. Главком ВМС Украины сообщил, что российские военные, открыв огонь на поражение, произвели вероломный захват двух катеров и рейдового буксира, принадлежащих Украине. Украинские моряки забаррикадировались внутри судов, несколько человек ранены. Второе. МИД Украины экстренно начал консультацию с НАТО. Третье. Российские военные буксиры отбуксировали украинские суда в порт, таким образом захватив их. Украинские моряки отказываются сдаваться и обещают оказать сопротивление при попытке взять их в плен. Далее. Российская Федерация начала стягивание военной техники к району Керченского пролива. Президент Украины Петр Порошенко экстренно объявил созыв военного кабинета и не против введения военного положения. Спецназ России начал подготовку захвата украинских моряков, забаррикадировавшихся внутри судов. Во время захвата украинских моряков ранения получили не менее шести человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Захват украинских морских судов – это прямое нарушение со стороны путинской РФ, конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которым Украина имела полное право на распоряжение водами по своему усмотрению. Вследствие этого практически наверняка со стороны Евросоюза последуют новые санкции против РФ. Вполне возможно, они будут гораздо мощнее предыдущих, вплоть до отключения от системы SWIFT. Для тонущей российской экономики это может быть финальным гвоздем в крышку гроба. Ответ НАТО. Пресс-секретарь НАТО объявил. НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая права на навигацию в ее территориальных водах. Мы призываем Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом. Продолжение следует... Что ж, господа, это похоже на начало войны. По факту Россия заплыла не туда. Российские корабли открыли огонь по-украинским. Все это фактически в прямом режиме. Теперь нельзя сказать, что это пройдет тихо, как в Донбассе, где их там нет. Никаких сомнений теперь ни у кого не остается. Это не какие-нибудь там замаскированные ЧВК, а регулярные морские силы. Все произошло в водах, которые весь мир считает территориальными водами Украины. И по заявлению ООН абсолютно видно, что РФ совершила акт агрессии, нарушив устав ООН. В довершении четкости картины сегодня уже сообщается, что украинские корабли были без боекомплектов. То есть они не собирались ни на кого нападать, а следовали в свои порты. Даже теоретически нельзя действия России списать на самооборону. То, что они сейчас пытаются сделать. Как говорят эксперты, это может быть реально началом новой войны. Собственно говоря, многие военные конфликты именно и начинаются. Вот с таких незначительных эпизодов. А мы знаем, что Россия в последние месяцы постоянно нагнетает обстановку вокруг Азовского моря. Предполагая и его отжать и полностью закрыть его для Украины. А это судно Коупан. 22 июля российские спецслужбы задержали вообще в трех милях от Белосарайской косы. Это чуть более пяти километров от украинского берега. А по международному праву государственная граница должна пролегать по меньшей мере в 22 километрах. Но по договору 2003 года Азовское море это совместные воды, границ которых так и не утвердили. Россияне специально останавливают суда вблизи украинских берегов. Убежден Богдан Еременко, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности. Тот факт, что в соответствии с украино-российским соглашением российские патрульные катера и военные суда могут находиться в любой точке акватории Азовского моря, даже за метр от украинского побережья, вовсе не означает, что они имеют право постоянно останавливать и безосновательно задерживать все суда, идущие из Украины или в Украину. Что ж, господа россияне, наверное, нужно вас поздравить с началом нового военного конфликта. Что это может обозначать для российских граждан? Конечно же, новый пакет санкций, более жесткий. Американцы, как мы знаем, свои санкции еще не ввели. Решив отложить их до весны, видимо, придется им поторопиться. Ну а россиянам потуже затянуть ремни и, может быть, поискать где-нибудь там на антресолях свои керзовые сапоги. Кто его знает, куда в конечном счете поведет их маленький плешивый карлик. КОНЕЦ